Запуск эфира. Все, дорогие друзья, мы начинаем, начинаем, собираемся, зовем друзей, наливаем чай, кофе, если можно так, да, делать, когда учишь Тору. Итак, мы продолжаем изучать Мишли, самую великую мудрость, мудрейшую из людей царь Соломон и 18 отрывок первой главы у нас сейчас. 18 отрывок первой главы, он продолжает нам рассказывать, как злодеи, внешние злодеи и как злодеи внутренние, злодеи внутренние это Ецарара. Кстати, интересно, что в Талмуде, в трактате Дети Души написано, что если встретился тебе вот этот вот негодяй, Менувалезе, это негодяй, который, да, это имеется в виду Ецарара, сразу хватай его и тащи его в Бет-Медраж, то есть нужно его тащить в дом учения, потому что создал Бог Ецарара и создал он ему Тора, это против него противоядие, да, то есть Тора это противоядие против Ецарара, так написано в Талмуде. И вот, значит, рассказывается здесь это и как внешние злодеи, они человека соблазняют на злые пути. Интересно, что я уже говорил об этом, что по воровским понятиям, одно из воровских понятий, вовлекать людей в воровские понятия, то есть они занимаются керувом, они занимаются керувом в приближении к воровским понятиям. Здесь написано, что, как они будут делать, 18-й подсубок, значит, они, они вот эти вот злодеи, злодеи, ледомам я рву, то есть они кровь, крови они жаждут, жаждут они крови, и испынули на вшатам, и они ждут их души, вот тех, кого они хотят уничтожить, убить, совратить, соблазнить, то есть они все время на стреме, они все время готовы. Как Бог сказал Каину, когда Каин, он расстроился, что его жертву не принял Бог, он ему сказал, смотри, говорит, возле входа лежит грех, то есть он прямо возле входа, и к тебе его стремление, но если ты захочешь, соберешься, то ты его победишь. И интересно, я сейчас только понял, что Каин, он расстроился, то есть вот это вот состояние подавленности, оно является, ну, как бы, признаком того, что вот сейчас Ецарара на тебя и набросится. То есть, когда ты в радости, это сигнал, что все, ну, все супер. Когда подавлены, значит, это явный сигнал, что что-то не так. То есть, девятнадцатый отрывок мы уже проходили, точно видно, проходили. Также пути он говорит каждого бутсея бетса, каждого жаждущего наживы, каждого алчного. Бутсея бетса это тот, кто жаждет наживы, такое удвоенное, усиленное слово. Этнефеш баалавы ках. Душу хозяина заберет. Значит, здесь двойное объяснение. Первое объяснение, что тот, кто жаждет наживы, то эта жажда наживы забирает все силы человека. То есть, люди, ну, если посмотреть, главный двигатель, который двигает людьми в мире, это жажда наживы. Даже Талмуд, когда говорит, как, не Талмуд, а в Шуханорухе написано, как надо утром вставать рано, он говорит, вот тебе надо вставать на молитву, и ты не можешь встать. Но ты подумай, если бы тебе надо было, там, твой, кто тебе денег должен, и он сейчас уедет, ты бы встал, ты бы за ним побежал. Или же, если тебе на работу надо было, ты бы тоже бы пошел. То есть, это уже вшито в прошивку человека хотеть денег. Но к чему это приводит? Жажда денег, она забирает душу человека, все его силы. И второе, те, кто жаждут денег, они вначале могут просто зарабатывать, потом они могут украсть, потом они могут ограбить, потом они могут забрать душу человека, убить. Да, да, это дальше будет. Дальше есть интересный тоже нюанс такой, что, когда Итро дал, вот, прошлая недельная глава, Итро дал Маше Робейну совет, дал совет Маше Робейну, чтобы он нашел людей-судей, которые будут аншей хайль, будут люди доблестные, там, и, говорит, они будут лоба цей бет, они не должны быть жаждащие на живе. А он нашел только аншей хайль, написано, он взял аншей хайль. То есть найти людей, которые не жаждут на живы, практически невозможно. Это противоприроды человека. Поэтому Тора разрешила нам стремиться к деньгам, но она, говорит, предупреждает, что, знаешь, что это стремление, которое, если оно усиливается, и ты его отпускаешь, оно тебя быстро захватит. И потом, нефеш, балавы, как? И оно заберет твою душу. То есть ты не заметишь, но вся твоя жизнь будет, вот как я в основном работаю, большую часть времени работаю, работаю. И я как бы, я помню, когда я только учил Тору, я думал так, я чуть-чуть поработаю, чтобы за изучение Торы, ну, чтобы это не было моим заработком. И сейчас я работаю 20 часов в день, ну, например, а учу Тору или обучаю полчаса, час. Как оно изменилось. Интересно, я вспоминаю, я на этот шаббат слышал историю короткую про... Был такой Ибнезра, один из великих мудрецов, тысячи лет назад он жил, комментатор на всю Тору. И он, значит, он не хотел брать за обучение деньгам, за обучение Торы деньги. И он хотел все время зарабатывать сам. Но у него ничего не получалось. Он как-то решил торговать погребальными принадлежностями на кладбище. Открыл лавку, полгода никто не умирал, ни один человек. Была с ним история, он шел по дороге, его ученики хотели его поддержать. И они раскидали деньги специально по всем малоходу, что, ну, типа, нашел без знака, без ничего. Это даже глаза такой. Знаешь, да. И он шел где-то за несколько метров до этого места, вдруг он закрывает глаза. Они притаились. И идет вот так с закрытыми глазами, вот так проходит место, где были деньги, открывает глаза и начинает танцевать, радоваться. Прямо прыгать от радости. И они его спросили, а почему, ну, что случилось? Просто, там, мы случайно увидели. Ну, думаю, ну, просто интересно. Он говорит, я иду, думаю, какой мир красивый, какой кайф вообще Бог сделал вообще. А как же те люди, которые не видят, как они мир воспринимают? Закрыл глаза, посмотрел, прошел это место, где деньги, и потом открыл глаза, говорит, господи, спасибо, что я вижу, спасибо, что ты дал мне зрение, что я могу видеть этот красивый мир. То есть это был, бывает такая тоже ситуация. Мы дальше учили. Четыре степени развития мудрости. Это мы пропускаем тогда. Быстро можем повторить. Значит, человек справился, допустим, жаждой наживы, он это услышал, услышал это знание. Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок говорит нам, как путь прихода знания в мозг человека и дальнейший путь, что с этими знаниями делать. Значит, как приходят знания в мозг человека. Написано, хохмот бахут сторена. Значит, хохма – это божественное знание, которое может прийти только извне. То есть оно может зайти только извне в мозг. То есть ты его не можешь придумать, оно может только зайти в тебя. Хохма – это божественная мудрость. Теперь, когда она зашла в тебя, для того, чтобы ты ее обработал и оставил у себя, написано хохмот бахут сторена. Ты ее должен снаружи напевать. Напевать. То есть ты, когда учишь Тору, должен еще и так. Хохмот бахут сторена. Хохмот бахут сторена. Бахут сторена. То есть ты повторяешь. И это в твой мозг, оно записывается, ну как прописывается в твой мозг потом. Ты ее как бы услышал где-то, напеваешь. Потом бараховодки тенкула. На улице ты должен дать голос. Потом ты должен с тем-то это обсудить, кому-то это рассказать. Одному-двум человекам, объясняет Малдин. Потом написано, брош умеет текра. Потом во главе сборища большого народа ты должен ее взывать. Взывать – это ты должен уже там произносить громко, ну вот именно ее уже высказывать, да, текра. Но это идет уже только третий этап. Ты ее услышал, ты ее должен сам проговорить несколько раз, чтобы она у тебя стала твоя. Потом ты должен ее рассказать одному-двум людям, чтобы она у тебя была уже, ну такая, еще глубже твоя. Потом ты можешь взывать уже к народу с этими, прямо написано, во главе множеств народа, ты будешь ее взывать. И дальше, дальше, после этого только И после этого ты можешь идти к Питхе, это входы в ворота города, и там произносить это. Что за входы в ворота города? Мы уже изучали, что это известен в воротах ее муж, там в воротах сидят старейшины. То есть только потом ты можешь выйти к людям грамотным, и уже с ними вести беседы на тему мудрости. Когда ты прошел проверку, твоя мудрость прошла уже первых три этапа. Так он пишет. Царь Соломон. Теперь дальше. Мы же это все учили уже. Мы учили это все. Пропускаем. Тогда. Ох, уже все. Я закрыл как-то случайно. Закрыл. Сейчас, секундочку. Пока можете написать, может, вопрос есть какой-то. Так. Где мы сейчас находимся? Мы дошли, когда Бог говорил про Шоа, да, мы это изучили, про катастрофу. Что было? Тогда и тот, кто... А, мы первую главу вообще заканчили. Закончили, да? Китово, Хахмабы, Лебеха. Сейчас. Самый конец главы Медасу Медасу Медасу. Значит, написано так. Давайте предпоследний. 31 отрывок, да? До 31 отрывка Бог говорил так, что, послушайте, я к вам взываю, я вас увещеваю, я даю вам даже неприятности, чтобы вы поняли. Если вы все это не понимаете, тогда придет мой гнев, и придет раздача, и будете взывать ко мне, а я не отвечу, будете искать меня, и не найдете. Взывать будут те, кто знали Бога, от него отошли, они будут молиться, взывать, как люди, которые религиозные, попадая там, в концлагеря и так далее, они молились, взывали к Богу, стена нету, Бог вышел тогда на какое-то время из этого мира. Те, которые Бога не знали и знать не хотели, они его искали и не могли найти, потому что в той ситуации смотришь, где Бог. Люди задавали вопрос, а где был Бог? А Бог ушел, а почему он ушел? Он говорит, так я же вам до этого взывал и увещевал, а вы все от меня отвернулись. Теперь, дальше он говорит, что вы йохлуми при даркам, что и будете кушать вы от плодов своих путей. Каждый человек ест от плодов своих путей. Человек выходит в путь, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть он выбирает путь, он ставит себе цель, он начинает двигаться по этому пути, и он ест от плодов своего пути. Это как бы очевидно, понятно. Это железная связь? Это железная связь. Это связь железобетоннейшая, что этот мир устроен абсолютно та мера, которую человек меряет, меряют ему. Значит, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. А коль мина шамаем, хус ми ират шамаем. Ты даешь ират шамаем, все идет мина шамаем на тебя. То есть все, значит, он пишет, и будут кушать от плодов своих путей, умимму от сотеем из бау, и от своих советов они будете вы насыщаться. То есть, если вы ошибка умный и вы считаете, что Бога нет, и вы верите в коммунизм, значит, будете от коммунизма раздачу получать. Вы умный и верите в то, что можно построить национальное государство без Бога. Значит, вы будете от националистов потом. Социал-национализм это было две идеологии, в которой два идола евреев. Первое, социализм, это коммунизм, все равны, все братья. Второе, национализм, все равны, нет национальности, мы не отдельно. Значит, социал-национализм, ну, нацисты, это была та раздача, которую они получили, и которая, в принципе, идеологии коммунистических, ну, евреев, которые отходили от Бога, они и создали эти идеологии, по большому счету, это была отдача. И интересно, что страшно, это у меня было открытие за последние два, там, ну, там, месяц может, что, по большому счету, было там всего лишь несколько евреев, там, Троцкий, потом Дельфанд, я узнал такой был, Парвус, не слышал, демон революции, план Дельфанда, который пришел в Германию, предложил план, говорит, что Россия сейчас побеждает войне, давайте сейчас дайте бабки, я сейчас организую революцию в России, и, ну, разрушим Россию, все, и они не победят войну. И, значит, это самое, представляете? Значит, он говорит все, дальше он пишет, 32-й посуд, потому что спокойствие наивных, оно их убьет, то есть, те, которые сидели, а, там, фигня это все, главное, магазин есть, там, торговля идет, все, вот эти вот наивные, она их убьет, их наивность, и шалва это не просто отдых, а это, когда ты отдыхаешь, получаешь удовольствие, ксилим, это те, кто отказались от Бога и от Торы из-за своих вожделений, то есть, они, они знают, что есть Бог, но я, ну, не могу, они есть некошерные, и она их, что ты обдем, она их потеряет. Тут интересно, что птаим вот эти наивные, она их только убьет, они, они погибнут, но у них останется хотя бы вечная жизнь, потому что они, ну, они просто не знали про Бога, они не отказались от Бога, они просто, ну, тупо не знали. А вот те, которые ксилим, знали от Бога и отказались, написано Теабдем, она их потеряет, их, вот это стремление к шалве, ну, к удовольствиям, потому что они потеряются из этого мира, из мира грядущего. Тридцать третий посыл, Вышумели Ишкон Бетах, тот, кто меня слушает, говорит Бог, он будет жить в безопасности вообще, Ишкон Бетах, то есть, Ишкон это слово Мишкан, это говорит Шламо от имени Бога, то есть, все, что говорит царь Шламо, это Танах, Письме на Тора, это все говорится от Бога. И Вышанан Мипаха Тра, и он будет полностью защищен от страха даже, от злого. Что имеется в виду? У человека есть реальные неприятности, но намного больше страдания в жизни люди получают от ожидания неприятностей, которые с ними могут произойти, или от переживания неприятностей, которые с ними уже произошли. То есть, большую часть страданий человек получает не в реальности, а в своей голове. И человек, который слушает Бога и живет по Торе, то он будет защищен и от того, и от другого, и от реальных неприятностей, и от страха перед ними. Теперь начинаем мы вторую главу, сейчас как раз нам осталось 4 минуты, 4 минуты, и мы начинаем вторую главу. Вторая глава начинается так. Бни, сын мой, говорит, Бог через царя Соломона от имени Торы. Ну, как бы Тора разговаривает, да? Сынок, если возьмешь ты мои слова, у Митсвата и Тицпон и Тах. Если возьмешь мои слова, а Митсват мои, они будут всегда с собой, с тобой. Что значит слова Торы? Ты просто принимаешь это мировоззрение, и ты, в принципе, не должен помнить. Ты, изучив вопрос, ты говоришь, да, я знаю, есть один хозяин, есть Бог, ты принял это мировоззрение. И его ты не должен все время держать в активизированном состоянии. Но Митсвата и приказы Бога, они должны быть все время с тобой рядом. Почему? Где находится Бог? В Арбамот Аллаха, в четырех локтях закона. То есть, если ты веришь в Бога, то ты должен действовать по его приказам. А его приказы надо знать, они очень регламентируются. Они очень регламентируются, то есть ты не можешь один раз, да, я понял, Митсват, классная тема, хорошая была. И дальше жить, как будто бы их нету. То есть, ты должен в стриме, бру хато, адыну или ином клон, шакон или бру. Дальше он говорит, лякшивли хохмазны, прислушаться к хохме, к божественной мудрости, ухо твое. То есть, еще раз подчеркивается в Мишли, что хохму, божественную мудрость, можно услышать только снаружи. Татэ ли беха ли твуна. И повернуть свое сердце к сообразительности, к твуне, это выводить вещь из вещей. То есть, потом обдумать это, это внутри уже в голове происходит. Ты должен взять Тору снаружи, получить ее, услышать ее вовнутрь. И после этого внутри ты должен ее обрабатывать. Бена это вытаскивать вещь из вещей, размышлять над ней. Разобрать по кусочкам, да? Тут интересно. Я узнал свойства работы памяти, что мозг определяет, что в долговременную память переводить и что не переводить, всего лишь по двум признакам. То есть, для мозга попадают, открываются ворота долговременной памяти по двум признакам он выделяет. Первый признак это эмоциональный заряд полученной информации. То есть, то, что приводит к сильному удовольствию или сильно пугает, мозг должен запомнить, чтобы к одному стремиться, а к другому от другого убегать. На механическом уровне. Теперь, второй вариант, по которому мозг пускает в долговременную память, это время нахождения, вернее, второй принцип, по которому мозг пускает в долговременную память, запоминает. Время удержания во временной памяти. То есть, если ты что-то держишь долго во временной памяти, сконцентрировано, мозг понимает, что эта информация тебе зачем-то нужна. И она механически проваливается в долговременную память. Поэтому... Получается количество плюс качество, нет? Сколько ты продержал? Нет, сколько интенсивно... Ну да, насколько это интенсивно заряжено эмоциональным переживанием, и насколько времени ты продержал, то есть, сколько ты ей пользуешься. Поэтому на этом основан принцип повторения мать-учения, но повторение, это уже оно все-таки должно туда провалиться. А это удерживание? Не просто пользуешься, а размышляешься. Это удерживание во временной памяти. Это не просто удерживание, это исследование информации, которую ты получил, глубоко. Это то, что ты сказал, это уже инструмент, как удержать. Потому что я не могу просто держать пасуху, я должен над ним размышлять. И когда его размышляют, то тогда это и есть инструмент удерживания. Ну, потому что я не могу просто держать одну фразу. То есть, когда я эту фразу обсуждал, как сидят, изучают урок, обсуждают, что это значит, как это значит, как понять. Или ты сам сидишь, на что это похоже, как оно это. То есть, как только ты с ней работаешь интеллектуально, это интеллектуальная работа с этой фразой, в этот момент она удерживается в сознании, во временной памяти. Потому что осознание и мыслительная работа происходят только во временной памяти. Постоянно оно только хранится, это как хранилище твое. Как только ты с ней поработал-поработал, дык, оно туда упало. Оно становится тобой, в твоей жизни. Оно становится тобой, потому что ты это твое, то, что у тебя там прописано. Но ты это глубже чем-то. То, что прописано там во временной памяти, это тоже не ты, это твое хранилище. То есть ты-то сам, это душа, а это твое хранилище. Но по Торе, если ты свое хранилище запомнил только Торой, которая это интеллект Бога, то твое же хранилище, оно соединяется с Богом. То есть, как бы ты, вот если все вещи искусственные, они сгорают. Богу нет никакого значения, каким я пользуюсь компьютером, какого цвета стул, или там даже, как зовут, однорукого барабанщика этого, ну в общем, какого-то однорукого барабанщика. Дефлеппор, да. Вот Богу вообще это не важно. Но то, что Мишли, оно останется. Вот то, все это время, пока ты учишь Тору, делаешь заповеди, размышляешь, то ты прикрепляешься к Богу. Ну в общем, все, значит, мы изучили, изучили мы до второго отрывка второй главы. Лякшивля хахмаазнеха, услышать хахму и повернуть свое сердце для того, чтобы эту хахму, божественную мудрость разобрать, обдумать, вытащить вещь из вещи. Значит, кто хочет добавить что-то, хочешь, может, Пинкас, у нас сегодня очень интересный на уроке гости, какой-то совет людям, что это твой вывод, вот какой-то сделал для себя. Ну, пожалуйста, то, что последнее, о чем мы сейчас говорили, о том, что когда ты получаешь какую-то информацию, невозможно, если ты эту информацию не принял на себя, не взял ее, она не стала тобой, твоей информацией, невозможно перелепиться к Всевышнему. Потому что именно благодаря той информации, которую мы получаем из Торо, потому что когда Всевышний создавал этот мир, Он создавал вот таким образом, Он сначала обдумывал все, что будет происходить. И благодаря тому, что мы, получая информацию об этом мире, тоже обдумывая, мы таким образом прирепляемся к Нему, потому что мы его можем постичь только в наших мыслях. Естественно, выполняя какие-то несводы, обязательно. Но именно глубокое понимание того, что нам вообще, что такое любовь, что такое трепет перед Всевышним, да, оно приходит как раз через Бину и становится твоей хахмой. Именно постигая и размышляя. Твоей хахмой, мне кажется, становится твоим датом постижения, да, полное постижение. Дат – это уже когда Бинея, как моя Бина. Но только через Бину ты можешь постичь мудрость, и тогда это станет как бы... Класс. Ильтан. Твои действия. Ильтан, твой вывод. Давай. Мой вывод, потому что мы сегодня... Да. Мой вывод такой, что, да, то есть сначала ты всегда принимаешь информацию извне. То есть изначально у ребенка, у любого человека, у него источник информации, он всегда внешний. Потом ты ее разбираешь и фрагментируешь, то есть индукция, дедукция, ты разбираешь по частям. А потом ты должен прописать это, пропитаться этой информацией, чтобы она работала на тебя. То есть мы загружаем ее в подсознание, а человек, изменяя суть человека, это именно когда он загрузил это внутрь, то есть прям очень глубоко вгрузил свою личность так, что это начинает автоматически, автоматически работать на него. Как это сделать, вот это распространять, рассказывать. Класс. Все, напишите свои личные выводы, то есть если вы что-то выучили полезное, вот Виктор Комиссарук молодец, да, значит Виктор. Напишите в комментариях тоже свои личные выводы и поделитесь этим уроком с друзьями, со знакомыми, со всеми евреями. Вот Ник Джун, Натан, да, давайте. Надо учить Тору вообще. Тора это жизнь наша. Справа от нее долголетие, все, кто слушают и учат Тору, что было долголетие. А слева Ошер Вековод. Поэтому идем на работу, работать надо. Все, удачи, успехов, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok